Всем привет! Меня зовут Марта Кандр и я рада приветствовать вас на своем творческом канале. В сегодняшнем видео мы сделаем супер простую интерьерную картину. Проще, просто, вот уже некуда. Это самая элементарная техника. Она будет доступна абсолютно каждому. Я думаю, даже дети могут ее попробовать. Также эта техника служит прекрасной арт-терапией. Если у вас плохое настроение, непонятное какое-то состояние душевное, вот просто попробуйте сделать такую картину. И ваше состояние 100% изменится. Для интерьерных картин важнее всего этот цвет. Не столь важно, что изображено. Абсолютно, что вам нравится. Это может быть и пейзаж какой-то, это может быть и графика. В любой технике, любые материалы. Вот все на любых форматах. Это может быть в круге, в квадрате. Но самое главное это цвет. Если вы это делаете, просто хотите сделать картину и продать, вы первично должны интересоваться дизайном интерьеров. Что сейчас актуально, что не столь актуально. Если вы делаете картину для себя, первым делом вы должны оценить ваш интерьер. Прямо четко посмотреть, какие цвета в вашем интерьере. Можете даже сделать выкрасы. Взять бумажечку какую-нибудь, кисточку, краску любую. И просто повыкрашивать вот тона, какие вы видите. Допустим, вот стены у меня такие песочные, бежевые. Сзади стоит вот какое-то растение такое оливкового цвета. Пол у меня тоже такой, он как бы песочно-коричневый. И в данный вот такой вот интерьер, картина, как сейчас сзади меня, наверное, не особо бы вписывалась. Потому что она более яркая такая, динамичная и графичная. Она скорее впишется в те интерьеры, где будут больше преобладать холодные тона. Хотя тоже нужно смотреть в соответствии с того, что еще какая мебель будет и так далее. Поэтому картина должна всегда перекликаться с вашим интерьером. Я вам очень советую. Есть такие сайты по подбору цвета по кругу Итана. Я думаю, вы все знаете вот этот круг, где можно смотреть, какие цвета с которыми сочетаются. И вы можете зайти на такой сайт, он онлайн, бесплатный эти сайты. Их много. Я, может, даже ссылочку прикреплю какую-нибудь на подобный сайт. И вы можете выбирать те оттенки, которые у вас есть уже в интерьере. Там по кругу можно это выбирать. И он сразу будет вам автоматически показывать противоположный цвет, который может быть именно акцентным и хорошо подойдет для картины. Либо для тех каких-то предметов, которые вы в интерьер также еще будете добавлять. Пользуйтесь вот таким вот простым способом. В данном случае я картину сделала в черном цвете, таком графичном, немножко серый он сверху, черная такая нижняя полоса. Добавила бирюзовый немножко акцент. Ну, потому что я обожаю этот цвет. И лично в моих интерьерах он всегда везде присутствует. И в моих работах он везде присутствует. Вы можете добавить любой оттенок, какой вам интересный. Черный вы также можете заменить на серый, на бежевый. Пятно золотое. Она очень простая тут как бы композиция. Тут, в общем-то, особо ничего не нужно было думать, что как это сделать. Но вот именно золото в сочетании с каким-то таким свежим оттенком, как бирюзовый, именно дает вот такой вот эффект какой-то свежести. Одна и та же картина может классно смотреться в разных интерьерах. Если вы будете делать картину на продажу, вы ее хорошенько сфотографируете. И после этого вы можете в фотошопе вставить в какие-то разные интерьеры, чтобы человек, который покупал вашу картину, уже наглядно видел, как это будет выглядеть в интерьере. Потому что вот просто так сфотографирую, и вот здесь, в мастерскую эту картину, она может выглядеть странно и как бы непонятно большинству. Но когда вы видите картину конкретно уже вставленную в интерьер, вы понимаете, что да, такая работа в интерьере очень даже может быть. Но давайте же приступим, как сделать эту картину. Я ее сделала реально за час. Просто у меня мой час растянулся в несколько дней. Там пять минут, там пять минут подмазала. Она пока сохла, я занималась своими делами. Но в целом работа заняла, ну, наверное, даже меньше часа. Очень быстро. И вы увидите, что это элементарная, простейшая работа. Может быть очень эффектной. И еще такая работа у всех будет абсолютно разная. У кого-то может вообще колоссально другие получатся вещи. Я как-то снимала видео про монотипи. И я даже вставлю, наверное, ссылочку на это видео. Посмотрите, оно перекликается с тематикой. Только монотипи я делала на небольших форматах в плане арт-терапии. А это больше как интерьерная картина. Но техника одна и та же. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот это видео про монотипи. Оно у меня на втором моем канале. Если вы не подписаны на мой второй канал, где я больше сейчас выпускаю арт-влоги про жизнь, то подписывайтесь на мой второй канал. Буду вас очень рада там видеть. И вот это видео про монотипи тоже советую вам посмотреть, если вы не видели. Ну что, приступим делать эту картину. Данную работу я делаю на обычном картоне. Конечно, лучше всего делать на холсте. Как натянуть и загрунтовать холст у меня уже было видео. Я оставлю ссылочку в описании под видео. Я беру акриловую эмаль, колеру ее в черный цвет. Можно использовать любую акриловую краску, водоэмульсионную краску, просто акрил. Ну, просто объем у меня большой. И я советую брать все-таки строительные материалы. Вот, например, такую какую-нибудь черную краску. Если вы никогда ничего не красили в черный цвет, очень рекомендую. Это потрясающая арт-терапия. Когда ты валиком большое пространство закрашиваешь черной краской, очень странные эмоции при этом ощущаешь. Поэтому советую, если вы не делаете, попробуйте. Но, конечно, если вам не нужна черная картина, вы можете первый слой сделать любым цветом, который будет нужен вам. Некоторая краска ложится в один слой, иногда требуется покрытие, работу в два слоя. В промежутках сушу обычным феном, чтобы было побыстрее. Далее беру белую акриловую краску и провожу вот такую горизонтальную полосу. Я вообще решаю сделать эту абстрактную картину такими, как бы, полосами горизонтальными. После чего опять беру черную свою эмалевую акриловую краску и прям наливаю ее поверх белого. Как видите, краска с кисточки просто капает на белый фон и попадая на черный. После чего беру валик уже обычный и раскатываю. Где-то остается белый цвет и где-то он перемешивается и получается серый такой пыльный оттенок. В зависимости от того, что вы хотите получить, можно такой под леопард получить фон, можно просто серым его сделать. Дальше опять беру кисточку, макаю в свою эмаль. Замечу, что моя эмалевая краска, она довольно жидкая получается, потому что там много колера и она такая вот как с водой разбавленная и легко стекает. Я кисточкой не дотрагиваюсь до холстай. У меня просто капает краска и я ввожу горизонтально туда и сюда кисточкой вдоль холстай. И краска где-то капает, получаются вот такие вот тонкие-тонкие линии. Нарисовать эти линии было бы крайне сложно, а когда краска просто стекает и капает с кисти, это получается очень просто. Такую паутинку можно делать и горизонтальными линиями, и какими-то крестиками пробовать. И вы может быть вихрями закручивать эти линии. Пробуйте, смотрите, экспериментируйте. И вот так выглядит промежуточный вариант. Я это все просушиваю феном до полного высыхания. Далее беру любую пленку. Можно взять пакет, например, разрезать его и получить такую длинную пленочку. Можно использовать кулинарную какую-нибудь пленку. Смотрите, что у вас есть. Чем плотнее, тем будет, конечно, удобнее. Я застилаю по размеру, который мне понадобится. И отрезаю лишнее, просто чтобы не путаться и туда краска больше не попадала. Белую краску колерую в такой бирюзово-голубой цвет. И также нахожу свое золото, которое использую в каждой работе. И просто его размешиваю, чтобы оно у меня было готово уже к работе. После чего золото наношу кисточкой. Как видите, тоже горизонтальной такой линией. У меня все идет по одному принципу. Я его придерживаюсь. Никакого рисунка в данный момент я не делаю. Просто наношу полосу золотую и пожирнее. Потому что акриловое золото прозрачное. Если будет тонкий слой, она будет просвечивая черный фон. Чем жирнее, тем оно ярче отпечатается. И сверху провожу тоже такую полоску бирюзовую. Освежаю вот эту вот всю работу бирюзовой полосой. И в конце делаю тоже вот такую паутиночку. Капаю золотой краской по низу. После чего я беру пленку, вот смотрите, и переворачиваю на свою работу теперь. И тем самым вот так плюх и отпечатываю все на картине. Этот способ называется монотипия. Я вам уже говорила в начале видео, что у меня есть видео чисто про монотипи. Очень советую его посмотреть. Там много вариантов, каким именно способом можно отпечатывать монотипи. Работы могут получаться кардинально разные. Использовать можно только один и тот же метод. Но получать каждый раз на выходе абсолютно универсальную, уникальную интерьерную картину. В данном случае я показываю самую простую технику, которая ну точно получится у каждого, если вы попробуете. Советую посмотреть именно то моё видео. Я думаю, вы найдёте вдохновение для других работ. После того, когда всё отпечаталось, я убрала плёнку. И поверх уже смотрю, что я могу добавить. Мне хочется добавить вот таких вот линий, вот эту паутинку больше золота. Чтобы она гармонично смотрелась с моей верхней паутинкой, где находятся чёрные вот эти полосочки. Да, кстати, в кадре сейчас это всё выглядит вверх ногами. Но тут главное не переборщить. Просто кое-где я подправляю, если мне нравится, как отпечаталось. Вы можете сказать, зачем отпечатывать, если и так уже получается хорошо. Но именно при отпечатывании краска смешивается между собой и получается немножко другой эффект, нежели если бы вы наносили кистью. Если вы посмотрите моё видео про монотипи, вы поймёте, что всё-таки то, что мы смешиваем на палитре, оно будет очень сильно отличаться от итогового то, что получится на самой работе. После чего беру сусальное золото вот в таких хлопьях и посыпаю по золоту, пока оно ещё мокро. Я посыпала немножко, но потом в дальнейшем я ещё добавлю немножко этого золота. И в самом конце я работаю, покрываю акриловым лаком. У меня вот такой, вот видите, он без запаха, имеет белый цвет, но при высыхании становится прозрачным и даёт лёгкий блеск работе. Защитным лаком покрывать золотую работу обязательно, потому что золото со временем может менять свой цвет, зеленеть, окисляться. Поэтому советую всегда, если вы используете какое-либо золото в работе, покройте его на всякий случай лаком. И в этот момент я вижу, что мне хочется добавить ещё золото, и я прям по лаку посыпаю. И после чего беру валик, валик у меня резиновый, без ворса, и этим валиком раскатываю золото. И оно тем самым очень красивыми такими хлопьями раскатывается по работе. Раскатываю опять же не по всей работе, а только по золотой части. Вот золотое правило для этой картины, действуйте горизонтальными одними линиями. От начала взяли золото, провели до конца холста. И все цвета, как видите, идут такими слоями. Ну, всего лишь час работы, и какая получается классная, большая интерьерная картина. Согласитесь, делать очень просто. Но выглядит действительно классно. Такую работу вы можете оформить и в раму, в багет, например. В принципе, в интерьере будет выглядеть хорошо. Можете, если вы делаете на холсте, натянутом на подрамнике, то просто бока покрасить одним цветом, черным или золотым. Вы можете видеть сейчас примеры, я вставила в фотошопе в разные интерьеры. Как может это выглядеть картина? Казалось бы, вроде просто сделали реально. Вот за 5 минут что-то посыпали, отпечатали, вылили краску. А выглядит очень эффектно. Вот и готова эта работа. Я надеюсь, вам такая техника будет интересная и полезная. Вы попробуйте, меняйте цвета, как вам больше понравится. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Главное, застелите все хорошенько пленочкой и прям лейте эту краску, капайте, брызгайте. Там, не знаю, пятна оставляйте, отпечатки. И у вас точно получится интересная, абстрактная интерьерная картина. Спасибо вам большое за просмотр. Буду очень благодарна, если поставите лайк этому видео и сделаете репост, потому что моему каналу требуется какая-то помощь извне. И увидимся с вами в следующем видео. Всем творческих успехов и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok